Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Царь Соломон был каким по счету царем? Третьим царем израильским. Первым был Леракдон Саул. Вторым был... Давид. Давид, молодец. И третьим был... Соломон. Правильно. Сын Соломон был третьим царем в Израиле. И давайте повторим стих из Библии. Его называют самым мудрым из всех мудрейших людей, живущих, которые вообще жили на земле. Это царь Соломон. Потому что мудрость ему была дана от самого Господа по молитве. Об этом Фрося рассказала. А чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вот этот стих мы в прошлый раз с вами, я вам задавала, учить. Давайте все вместе прочитаем. И потом поднимите руку, кто наизусть его выучил. Давайте. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом восемьдесят девять, двенадцать. Полиночка хочет. Давай. На... Ой. Да, да, да. Говори. Псалом восемьдесят девять, двенадцать. Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Правильно. Молодец. Она логопеда занимается, поэтому она учится произносить букву Р. Поэтому так говорит. Так, кто еще наизусть расскажет? Место. Давай. Хорошо. Псалом восемьдесят девять, двенадцать. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сердце мудрое. Давай, еще один расскажем. Псалом восемьдесят девятый, двенадцатый стих. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сердце мудрое. У нас вот новенькая девочка, кто еще не знает, ее зовут Диана. В крещении она Дарья, да? Благощена. Ты в Матковской Патриархии, да? Благощена. Ну ладно, потом расскажет. Она нам... В общем, ее зовут Диана. Если, когда будешь приходить к нам в храм, заходи на занятия. Там пока читаются часы, это как бы первая часть общего благослужения. Мы здесь на часах буквально на 15 минут заходим в такое небольшое на занятия воскресной школы. Чтобы нам приобрести сердце мудрое, вот в кратком мы расскажем, что означает этот стих. Дианы не было, когда мы его разбирали. Счислять дни наши. То есть так нам наши дни считать в своей жизни. Так понимать, что наши дни все сочтены. И что они когда-нибудь закончатся. И обернувшись назад, уже может быть будет поздно исправлять ошибки. Может человек даже не успевает или не сможет принести искреннее покаяние. Бывает так заскорудлив в своих грехах, что они эти грехов просто не видят и не понимают, что это плохое, грешное дело. А жизнь-то уже подошла к концу. А исправить уже невозможно. И человек бывает, что до самого конца дней своих так и не нашел Бога, не пришел к Богу. А умирать страшно, да? Потому что понимают о том, что мы все смертны, как правило, поздно. А если самого с юности, с детства понимать, что дней наших определенное количество штук, так скажем, да? Вот родился человек, мы же понимаем, что рано или поздно. Ты же знаешь, что рано или поздно все умирают, да? И, например, человеку отведено 38 тысяч дней, да? И каждый наш день, каждый день, один день отчитывается на один день меньше. И завтра уже там 990 дней, там 37 990 дней. Потом 37 998 дней. И если человек прочувствует это, что с каждым днем у него остается все меньше и меньше, он будет понимать, что дни его все сочтены. Мы не знаем, сколько Господь дал каждому. Может быть, Фройс у нас 120 лет и будет самым долгожителем в России, да? Когда проживет, а может быть, я не доживу сегодня до вечера. Сейчас погода такая гололед, скользко. Вчера произошла авария на трассе Барнаум-Рубцовск. Семья поехала в гости, семья, 4 человека, все погибли в машине. Потому что вылетела одна машина, вылетела навстречу другую. А в другой машине ехал творческий коллектив. Они песни пели, или кто они там, бабушки с дедушками, пожилые люди, творческий коллектив. Их тоже 4 человека погибли. И 5 человек в больнице. И из тех, которые еще в больнице, еще один умер. Представляете, страшная трагедия. В Москве по всем каналам показывали, говорят. И у нас во всех средствах. Разве эти люди еще утром думали, что они до вечера не доживут? В 7 утра произошла авария. Ехали выступать. А другая семья поехали там, как показывали, бабушки поехали в гости. Ну, это еще был случай тоже. Поехали бабушку проверить. Мама посадила детей, посадила бабушку. И поехали бабушке домой. Внуки, все, погибли. Представляете? Поэтому мы не знаем, сколько нам этих дней. Это тайна, это сокрыто от нас. Поэтому мы каждый день должны жить так, что мы готовы. Мы готовы к встрече Господу. Мы уверовали в Господа. Мы каемся в своих грехах. Мы должны быть готовы каждый день. А не так, как рассуждают. Стану старенькой, пойду в церковь, одену платочек и буду поститься. Не получается. Знаю таких многих. Стали старенькими, уже ушли на пенсию. Платочек так и не одели, так и в штанах ходят, так и не постятся. И все говорят. Ну, может быть потом. Когда инсульт случится, когда голова перестанет уже соображать. И не смогут ни одного стиха из Библии прочитать. Ни одной молитвы не смогут прочитать. Понятно? Поэтому мы не знаем, сколько нам дней. Мы молимся, чтобы Господь даровал нам долголетие. Мы всегда на дне рождения, на день ангелов поюм. Многое лето, чтобы прожить много. Это не значит, что мы хотим сегодня умереть. Мы этого никак не хотим. Ни в коем случае. Но мы же понимаем, что это может произойти. Вот у нас у мальчиков молодая совсем мама. Молодая практически моего возраста в прошлом году умерла. Разве она знала, что она в таком возрасте юном? Ну, не юном. Но еще до старости у Бога как далеко. А вот наступили болезни, тоже не знала. Поэтому она, слава Богу, она была верующая. Она и причастилась, и исповедалась. И Господь так позволил ей подготовиться. А если бы человек не был готов, вот так дни наши исчислять надо. И понимать, что их не так уж и много. И жизнь так быстро течет. И с каждым годом кажется, что она быстрее, 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 быстрее. И каждый человек, который будет понимать, что жизнь наша имеет определенный предел. Мы здесь на земле живем не вечно. Это ему даст возможность приобрести сердце мудрое. Понятно? И вот самый мудрый был Соломон. Опять вот для Дианы. Повторю, что когда он стал царем, он помолился Господу и просил Господа. Нет, ему Господь сказал, проси, чего хочешь. Соломону, не Давиду, Соломону. И Господь, и он попросил мудрости управлять народом Божиим, управлять страной. И Господь сказал, что ты не просил богатства, ты не просил защиты от врагов, ты не просил славы, ты не просил еще чего-то, да? А попросил мудрости управлять народом Божиим. Я тебе дам и мудрости, то, что ты попросил, и все остальное, чего ты еще и не просил. И это действительно был очень мудрый царь. Просто нам рассказала, что даже царица Савская приезжала послушать его. До нее там новости дошли, что такой умный царь. К Давиду же она не поехала, ведь тоже очень умный, очень известный, знаменитый по тем временам был царь. Который много сделал для страны, и был великолепным военачальником, и экономику, и все там развивал, и границы страны расширил. Но к нему же она не поехала, а царица Савская приезжала послушать мудрости Соломона. Ну, давай теперь дальше продолжим. Что прожил Соломон, построил храм. И под старость его жены стали украшивать его, чтобы он позволил им поклоняться своим богам. А жен было? А жен на него было множество, как и у Давида отца его. Ну, у Соломона было намного больше жен. То есть, многоженство в Ветхом Завете разрешалось не потому, что вот так надо. Это по немощи Господь позволял это. Когда в Новом Мужезавете, мы сейчас христиане, написано, каждый имей одну жену. Одна жена должна быть у каждого. Один муж, никаких многоженств, и там еще чего-то не позволяется. Все, все в Ветхом Завете по немощи человеческой было дано. И Соломон, зная, что жен много можно, да, он не ограничится ни одной, ни двумя, и даже не десятью. А жен было, сотни жен было, и сотни наложниц. Ну, может быть, и не всех даже и видел. Но жены требуют много средств, содержания. Она же царская жена, хоть она и 385-я, да? Ей же нужно где-то жить, ее нужно одевать, обувать. А это все было дорого, ткани где-то нужно было закупать, и не простые. Она же все-таки жена царя. И каждая требовала. Это большие траты, во-первых, были. Это вредно было и для государства, и для царя, такое количество жен, детей. И что еще? Жены начали его подговаривать. Сначала они попросили... Разрешить поклониться своим богам. Да, своим богам. Жены были чужестранки. Вот все до такого знаменитого, до такого богатого, до мир в стране, до самого большого государства в этом регионе было. Уже от моря и до моря границы Давид позволил расширить. И соседние государства все хотели своих дочек, племянницам, царевин, королевин, да? Выдать замуж за этого царя. Пусть хоть там какая-то там по счету она уже далеко-далеко от первой стоит. Пристроить. Пристроить свою дочку в хорошие руки. И они-то чужестранки, они по-другому богу поклоняются. Они не так служат. И им нужно было их жертвенники, там, их какие-то храмы или какие-то там статуи, которым они поклонялись. Они стали об этом просить, да? Сначала они просили только для себя. Да. Потом они просили построить храмы для своих богов. И Господь был разгневан этим. А разгневан чем? Что Соломон? Соломон вместе с ним. Загласился на это. Во-первых, это земля обетованная. Помните, когда Моисей привел народ на эту землю? Что было сделано? Все народы, которые там жили, а жили они долго, они считали это своей землей. Все народы были изгнаны, убиты. Все было расчищено территорией. Потому что пришел народ Божий. Бог их защищал. Они вели войны. Помните, как Иерихон там пал, да? Они завоевывали, завоевывали, чтобы расстелиться 12 коленом израильским. Пришли из Египта. Моисей вывел народ в землю обетованную. Эту землю обещанную. Сейчас, подожди, Поль. Нужно было расчистить. Они расчистили, стали там жить. У них появился потом царь, первый, второй, третий. И вдруг на этой земле, которую Господь расчистил для них, Он дал им победить все эти народы. Они же с Божьей помощью их побеждали. И тут, на расчищенной, на обетованной Божьей земле, Вдруг строятся эти идольские храмы и капища, жертвенники. Что, Полина? Это, по-моему, уже когда они пошли на обетованную землю, И они там кое-что оставили. Не все убили. Это было в другом месте. Это в другом месте, когда Саул ты спутала. Когда они захватывали, да, что-то оставили. И тоже Господь был разгневан, да? Помните, когда они боролись с Амалинком? Господь сказал, всех убить. А они захватили их и говорят, ну зачем всех убивать-то? Кого-то оставим, быков оставим, это в жертву. А тут стадо хорошее, это на еду солдатам пойдет. Что-то начали оставлять. Они не послушались того, что Бог сказал. Никого не оставляем. Никого не оставляем. Они ослушались, как Бог сказал, через пророка. Приходил пророк и говорил Саулу, ничего нельзя оставлять. Нельзя. Ослушались, и Бог наказал их, Саула. Так. Бог обратился к Соломону и сказал, что ты согрешил против меня, и царство будет озарено. Но ради рода моего, Давида, при твоей жизни такого не будет. И я оставлю одно колено ради Давида, и одно колено ради Иерусалима. И только после смерти Соломона царство разделилось на два. Десять колен. Десять колен. То есть опять, чему нас учит это, да? Какой мы вывод из этого делаем, Фрой? Потому что покушание Богу – это тяжелый грех. В том числе провести Моисея, который… Привести в пример Моисея тоже, да? Привести в пример Моисея. Когда он попросил Бога о том, чтобы извлечь воду из камня, Господь приказал ему ударить жезлом камень. А Давид еще приложил слова от себя. И из-за этого был наказан тем, что Господь сказал, что он не войдет. Моисей или дверь? Моисей. Моисей, Моисей. Что Моисей не войдет в землю обетованную, но увидит ее. Да, там он засомневался, что из камня, из скалы, с суши вокруг пойдет вода. То есть он выразил сомнения. Только за эти сомнения в словах Божьих, за сомнения Господь Моисей наказал, что ты не будешь на обетованной земле. Он 40 лет вел народ, а сам с ногой своей не ступил. Он только издалека вот так вот увидел, вот там земля обетована. Но войти в нее Господь ему не позволил, он умер. Понимаете, что малейшее несогласие со Словом Божьим, сомнения даже, посмотрите, ведет какие последствия просто страшные. Как же с нас-то какой спрос будет великий, да? Когда на каждом шагу непослушание, на каждом шагу неисполнение. И вот, пожалуйста, даже Соломон мудрый, казалось бы, мудрый. Господь дал ему такую мудрость. Сколько разных притч мудрых, какие изречения. Просто каждое его можно брать и берут действительно до сих пор цитатами его. В Библию вошло несколько книг, написанных рукой Соломона. Четыре книги. Да, представляете, он был писатель таких мудрых, мудрых изречений. И как он не понял, что нельзя никакие храмы другим богам. Ему Бог дал эту мудрость, а он храмы на этой земле строит другим богам. То есть, вот эти многочисленные жены, вот этот образ жизни, он роскошествовал. Он построил роскошный дворец, который строился дольше, чем храм. То есть, было, вот это все его настолько развратило, настолько его, как, не знаю, повреждение у него произошло. Ну, не повреждение, а какое-то отклонение в мышлениях, что он не увидел в строительстве языческого храма ничего плохого. Как, даже мудрый Соломон, представляете, Бог бы его просто вместе с этим храмом сжег бы на месте в этот же момент. Знаете, как на Содом и Гоморру, на этот храм бы там серный дождь пролился бы, да? И все бы, ничего не осталось ни от жены, ни от этих идельских писателей. Они же там поклонялись, они там молились. И вот это все. А еще, Бог Господь весело разгонялся, когда Соломон, он пошел вместе с Женой и делал конец. Да, вот мы сейчас про это и говорим, что он не только им разрешил построить, но он же должен был на это деньги выделять. Деньги, которые заработал народ Божий. Налоги платят, да, и на эти деньги идельский храм строится. Ну как Бог мог такое потерпеть, да? Это мой народ трудится, сдает деньги, а на эти деньги строятся языческие там поклонения. Там жертвы покупаются или что, они там какие-то воскурения свои делали, там мы не знаем, как они там, они все разные были. И они начали одна за одной. Одной построил, другая говорит, а я тоже хочу. Второй построил, третья хочу. И вот жены его довели до чего, да? Беда была от этого многочисленного многоженства. Его-то довели до того, что был наказан Соломон, было все царство наказано, которое после смерти Соломона распалось. Недолго просуществовало, распалось на два государства. И одно из них буквально через там около 200 лет было завоевано сирийцами, а второе там просуществовало чуть больше и тоже было завоевано. Там, по-моему, Вавилон захватил их и народ рассеял. А храм был разрушен, который Соломон строил, знаменитый храм Соломона. Разрушен, разграблен язычниками. Господь попустил. Такое страшное, серьезное наказание, просто страшное бедствие. Из земли практически. Ну, перестало существовать вообще это государство. И народы, эти колена были рассеяны, они до сих пор не собрались, представляете? Вот те евреи, которые существуют, это евреи из одного или из двух колен, вот те, которые были сохранены. Ради Давида, Господь сказал, только их сохраню. И из одного из этих колен, из колена Иудина потом родился, через тысячу лет. А другие колен сейчас генетически делают процедуры, говорят, там какой-то народ, черные такие, говорят, они из колена какого-то, из какой-то страны стали переселять в Израиль. Доказали как-то там генетики, что это какое-то там из колена, из этих 12 рассеянных, как-то там сохранились, где-то жили. Совершенно они свою религию не помнят, совершенно никакие они, но якобы они все-таки те потомки Израиля, понимаете? Вот так Господь серьезно, можно сказать, как жестоко, а вот так, за грехи такое пошло от наказания. Пойдемте, уже поют. А, ну давайте поклон сделаем. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сподобил нас здесь позаниматься. Помоги, Господи, болящей Валентине, путешествующему Александру с чадами. Сохрани, Господи, и нас всех помилуй, слава Тебе. Помоги, поменьше. Помоги, поменьше. Давайте мы эти графочки, я занесу. Вы можете забрать, дома заведете, и перепишите. Давай, идите, сразу говори. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»